Праведник верою жив будет. Вера же есть осуществление ожидаемого, уверенность в невидимом. Другими словами, как научиться из невидимого жить видимым? Как научиться, чтобы для тебя то, что ты имеешь в нем, стало реальней, чем то, что атакует тебя? Праведник верою жив будет. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Уверенность в невидимом, посмотрите переводы, изучите слово, это человек, который имеет мышление из невидимого, и он это реализует видимым. И верою он осуществляет в видимом мире то, что он проживает прямо сейчас в невидимом, кто он есть в невидимом. Я попытаюсь это сегодня немножко преломить. Что я хочу сказать? Такого невозможно, когда человек вот раз где-то попал на конференцию, на служение исцеления, на крусейды. И вот он пережил, пережил истину Божью, пережил прикосновение Бога. Но зачастую эти люди возвращаются в прежний же образ жизни, спустя небольшое время. Потому что я верю, чтобы жить в победе, или жить в исцелении, или жить в свободе, нужно постоянно питаться правильной пищей. Понимаете? Насколько важно, куда ты себя посадил, где ты взращуешься, в чем ты вращаешься. То, о чем я во вторник говорил, и перед этим я говорил, что люди зачастую, они финансы свои никогда не будут сеять в почву, которая не приносит плод. Но время свое зачастую люди сеют, что дороже всего, именно в ту environment, или в ту почву, где не прорастает, где люди такие же, как и они. И все в таком вот состоянии. И когда что-то начинает прорастать, оно начинает выделяться, понимаете? Оно начинает выделяться, оно привлекает на себя внимание. И здесь идет реакция, чтобы это все смять, задушить, и ты не выделялся. Я верю, нужно питаться здоровой пищей, нужно постоянно обновлять свой разум. Нужно постоянно находиться в этом обществе, которое движется в этом. Нужно себя прям прилепить к почве, которая прорастает всегда, для того, чтобы я мог жить в победе всегда, жить в исцелении, жить в свободе, жить в исполнении высших целей, нежели те вещи, которые уже разрушены, совершены Иисусом, но они преобладают мной. По какой причине они преобладают мной? И вот, что я хочу сегодня немножечко преломить. Когда в Тимофею апостол Павел пишет, что Бог хочет, чтобы все люди спаслись. Мы зачастую теряем следующий текст, который он говорит, и достигли достижения. Здесь связана моя часть, понимаете? Когда я достигаю чего-то, я прилагаю усилия, я инвестирую свое время, я в этом развиваюсь. И достигли познания истины. Так вот, уровень достижения, познания истины, смотрите, определит твой образ жизни на территории земли. Вы слышите? То есть, уровень познания истины определит уровень, образ моей жизни и уровень моей веры, которой я живу. Понимаете, есть иллюзия религиозная, я не боюсь этого сказать, в том, что люди думают, что освобождает их молитва, что освобождает их помазание, что освобождает их, когда на них положат руки. Я не вижу это в Священном Писании, хотя в этом присутствует молитва, слушайте, присутствует помазание, присутствуют руки. Но при всем этом Иисус говорит о пище, которая формирует мышление людей. Позвольте прочитать 8 глава Иоанна, где написано, 31 стих, Иисус тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям. Вот они уже уверовали, они соприкоснулись. Follow me, please, everyone. Они соприкоснулись, они уверовали. Но почему-то Он уверовавшим иудеям говорит, слушайте внимательно, Он уверовавшим иудеям, Он даже сейчас не язычникам говорит, Он именно этот текст обращается к людям, которые знали Тору. Вы слышите? Они знали закон. Они уже были сформированы в образе мышления. И Он именно к ним обращается, к уверовавшим иудеям. И Он говорит им, если пребудете в Слове Моем. Вы не услышали? Они знали Тору. Они жили в Старом Завете. Они уверовали в Сына Божьего. Он обращается к ним. И теперь говорит, если вы пребудете в том, что Я учу вас. Мое слово. Что учу Я вас сейчас? О чем Иисус учил? О чем Иисус учил? О Царстве Божьем. Иисус учил о Царстве Божьем. И Он говорит, если пребудете в Моем Слове. И Моисея, и Илья, которые представляли. Моисей представлял законы Илья пророков. Бог убрал на горе Сина, на горе Преображения. И Он сказал, отныне Его слушайте. Слышите? Отныне Его слушайте. Пожалуйста, услышьте. Потому что мы будем здесь постоянно возвращаться к одному и тому же. Нам нужно идти дальше в познании. Понимаете? Нам нужно идти дальше, чем болячки, чем адыльшин, чем зависимости, чем какие-то другие вещи. Нам нужно идти дальше в Боге. Услышите? Это вообще для детей. И я не шучу. Вопрос не молитв, не помазание. Вопрос познания истины. Иисус говорит уверовавшим иудеям, которые были уже сформированы в образе мышления. И Он им говорит, если пребудете теперь в Моем Слове. В Моем Слове. Они были удивлены, потому что они опираются на Авраам. Они сейчас начнут отговариваться. И Бог убрал Моисея. Бог убрал Илью. И Он сказал, отныне Его слушайте. Иисус в 18 главе Иоанна говорит. Я на то родился и на то пришел, чтобы свидетельствовать об истине. В чем было свидетельство Иоанна? Покайтесь и веруйте в Иоанн, вернее покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. В чем было свидетельство Иисуса? Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Измените образ мышления, потому что вы не вместите Царство Божие. В фалме вы сейчас поймете, о чем идет речь. Иисус свидетельствовал о Царстве Божьем, учил о Царстве Божьем. И я говорил много раз, что Он нигде не проповедовал о кресте. Он не проповедовал о кресте. Он один раз говорил ученикам, мне это нужно будет сделать. Понимаете? Он делится, мне это необходимо совершить. Я должен буду умереть. Я должен буду умереть, чтобы... Слышите? Я должен буду умереть, чтобы... I will die because of something. Мне нужно будет умереть. И после этого начнется совершенно другая эра, эра жизни. После этого начнется... Я восстановлю через крест все, что было потеряно. Я возьму на себя. Я возвращу снова человека в позицию сыновства. Дух Святой придет на ту землю. То есть, все это будет связано с крестом, чтобы люди имели другой образ жизни на земле. Чтобы они могли пользоваться всем, что на небесах, уже здесь на земле. Поэтому, смотрите, Он говорит к уверующим иудеям. И сказал, если пребудете в слове моем. И вот важный момент. Не просто услышите, а пребудете в моем слове. Почему я говорю, что необходима правильная пища. Необходимо правильное учение, которое формирует образ мышления. Значит, веру. А значит, жизнь человека. Мы слишком много возвращаемся к одному и тому же, к одному и тому же, к одному и тому же. Я могу вам уверять. Вот, к примеру, Леонид сейчас свидетельствует. Если бы он пришел на ту одну молитву и больше сюда никогда не пришел бы, он обратно был бы в том же самостоянии. Пережив Бога, присутствие, мурашки, помазание, упал, дули, не дули, он бы вернулся к прежнему образу жизни. Только человек, который начинает наслаждать себя и преображать, то есть, через пищу, духовную пищу, формировать, кушать правильно, питаться правильно, он восстанавливает здоровье, понимаете? Он восстанавливает каждую клеточку, духовную клеточку внутри себя, мышление, эмоции, реакции, понимаете? То есть, как бы, характера, позиции, статуса, власти, веры, хождение. Все связано с процессом исцеления. Все связано, когда человек, он преображается, преображается, исцеляется, восстанавливается. То есть, все выравнивается. Он понимает теперь, что ему здоровье дано для чего-то. Он должен теперь служить, он должен теперь сконцентрировать свое внимание не на болячках, не на здоровье, а то, что должен выполнить через здоровье, через исцеленное положение. Амин. То есть, очень важно, когда Иисус говорит, если прибудете в Моем Слове, если начнете искать. Почему написано? Ищите Царство Божьего. Заботьтесь о Царстве. Исследуйте, как оно работает. Что мы имеем в Царстве Божьем? Кто мы в Царстве Божьем? Ищите Царство Божьего. Так вот, я верю, что это очень и очень важно. Очень важно. И есть такие вещи, знаете, что невозможно через одно служение это сделать. В основном люди, которые получали исцеление, их болезни через время возвращались. Их болезни возвращались. Почему? Они приехали или пришли, пережили и вернулись в старое общество. Ты не можешь жить по-новому, мыслить по-старому. То есть, ты постоянно должен быть в процессе изменения, обновления ума. Ты должен постоянно питаться правильной пищей. Ты должен постоянно формировать себя правильной верой. Вы слышите? Вот про это сегодня я говорю. Потому что то же самое, много касается вопросов, многих духовных вопросов. Скажем, это все связано. Все очень связано. Это нормально, когда люди бросают свои дома, переезжают сюда. Когда люди оставляют свои штаты, переезжают сюда. Насаждают. Поверьте, Бог воздаст вам. Я уверяю вас, вы увидите, Бог воздаст вам. Бог подымет вас. Бог будет реагировать на жертву. Бог будет реагировать на эту жажду большего. Хотя мы даже этого не преследуем. Или это не рекламируем. То есть, я имею в виду, что это нормально, когда люди, они понимают, что я не имею права больше быть больным. Я не имею права тратить свое время. Я не имею права находиться в этой почве, которая не прорастает. Я должен быть в движении Духа Святого. Я должен жить, скажем, с мышлением Духа Святого на территории земли. Амин. Если пребудете в моем слове, то он говорит, вы истинно мои ученики. Вы истинно мои ученики. Я просто вот советую, я просто советую FFMщикам, всем нам, я советую, чтобы вы пребывали в Новом Завете. Старый Завет можете читать, но пребывать нужно в Новом Завете. Слышите? Мы должны настолько пропитать себя Новым Заветом, чтобы мы могли Старый Завет видеть во свете Нового Завета. Потому что он только как тень. Он только как прообраз. Но настоящая наша жизнь в Новом Завете, слышите? В Новом Завете. И мы должны именно учением Иисуса формировать образ мышления, чтобы мы могли жить не до Христа, а после Христа. Потому что я зачастую слышу проповедя, и я удивляюсь, откуда они берут это все? Это все было написано до пришествия Иисуса Христа. Начните учить людей, как жить в Иисусе. Как жить верою, как жить в победе, как жить вообще в благодати, в другой позиции. Потому что она вся связана потом с тем, что мы должны совершить. И в этом есть огромный обман, понимаете? В этом есть огромный обман, когда дьявол использует наше незнание в Боге, наше непознание именно в Боге. Даже использует наше знание в Боге, которое в непознании Бога, слышите? Потому что вроде бы ты знаешь, что Бог исцеляет, но ты не исцелен. Вроде бы ты знаешь, что Бог освобождает, но ты не освобожден. Ты вроде бы знаешь, но не познал. Поэтому даже используя наше знание, он изуродует его так, чтобы мы обижаемся на Бога, что он не в силах это сделать. Вообще, there's nothing to do with God. Библия говорит, если пребудете, Иисус говорит, если пребудете в Моем Слове, в Моей пище, то вы будете здоровы. Если пребудете в Моем Слове, вы будете Мои ученики. И дальше Он говорит, и познайте истину. И истина сделает. Знаете, я понял разницу, получить свободу или сделать внутри тебя свободу. Потому что Он нас сделает свободными. Речь не идет о том, чтобы Олесь ушла или ушел какой-то дух. Сделать свободными, это приведет твой разум, твое мышление. Приведет тебя в это состояние. То есть ты познал, что это... Знаете, вот я скажу вам так. Вот представьте, вас закрыли в комнате. Вас реально закрыли в комнате. В комнате вообще, то есть не пище толком нету, темнота. И что интересно, ключ от этой комнаты лежит же в этой комнате. Вы тарабаните, стучите, орете, кричите, выпустите нас, отпустите нас, отпустите нас. Но истина заключается в том, что ключ в этой комнате. Ты сам можешь открыть себя. И ты можешь сам выйти из этого места. Понимаете? Ты можешь сам выйти из этого места. И Бог заинтересован не в том, чтобы человек получил свободу или получил исцеление. Бог заинтересован сделать нас исцеленными и сделать нас свободными людьми. Вы слышите, о чем я говорю? Он говорит, и познайте истину. И истина, то есть вот это познание, которое у вас как ключ, оно откроет вас. Она сделает вас свободными. Не просто получите свободу, вы будете в свободу. Потому что я понял, что получить свободу или исцеление, это не проблема. Проблема у людей с образом мышления. Как жить в этом? Как ходить в этом? Что дальше? Понимаете? Что дальше? В этом все суть. Поэтому Иисус говорит, и познайте истину. Истина сделает вас свободными. И вот смотрите, реакция. Ему отвечали, мы семья Авраамова и не были рабами никому никогда. Но вы знаете, что закон, он дан от Агарьи, которая в рабстве. Именно они находились в рабстве закона. Именно они находились в рабстве закона. Потому что Агарь – это гора Синай. Когда мы говорим о благодати, мы говорим о горе Сион. Когда мы говорим о законе, мы говорим о горе Синае. Агарь предоставляла или отождествляла гору Синай. И закон, он поработил людей. Они были в рабстве. В рабстве закона. И здесь Иисус и говорит. Я просто не хочу в этом потратить много времени. Они говорят, мы не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, сделаешь свободными? Иисус отвечал, истинно, истинно говорю вам. Всякий, делающий грех, есть раб греха. Делающий грех заключалось в законе. Он постоянно обвинял человека. Он постоянно держал на том, что человек сделал или делает. Благодать освобождает нас только тогда, когда мы получаем понимание, что он для нас сделал. И когда мы пленяем помышление именно в то, что он для нас сделал. Мы освобождаемся от рабства закона. Ну, смотрите, что здесь написано. Он говорит, Иисус отвечал, что всякий, делающий грех, есть раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно. Он именно говорит о себе. Он говорит о благодати Божьей. Сын пребывает вечно. Слышите? Сын пребывает вечно. Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете. Если Сын освободит вас. Кто помнит, на школе территория царства, у меня было сильнейшее переживание. Это был четверг вечер. Это был четверг вечер. Это было мощное служение на школе. Я его помню, как сейчас. И у меня там были сильнейшие переживания на самой молитве. Я не хочу рассказывать сейчас, что со мной происходило. И что я видел? Ну, в ту ночь я пошел спать. Я не мог спать. Я долго не мог уснуть. Я размышлял. Я не мог отключиться. И потом я вроде бы как и отключился, и не отключился. Знаете, есть такое состояние? Ты вроде бы отключился и не отключился. И вот я помню, я вроде бы отключился, но я не отключился. Я начинаю видеть, переживать. И вот я вижу людей на школе. Я вижу людей. Я рассказывал. Кто-то был, кто-то не был. Я смотрю, люди стоят на земле. Я им кричу. Вы стоите на змеях. Вы стоите на змеях. А мне как бы отвечают. Какие змеи? Мы стоим на земле. И так еще, знаете, похлопали ногами. Я говорю. Нет. Это не земля. Там змеи под этой землей. Там змеи. Это не твердое основание. И мне говорят. Ну, это не змеи. Это земля. И вдруг я в руки беру. Знаете, такие вещи. Как вот грабли были. Как это сгребали там. Острые такие. И я прям так вот в землю бух вставляю. И начинаю вот так вот эту землю разгребать. И вдруг оттуда тысячи змей вообще со всех сторон. Тысячи змей. И люди отбегают. И они даже не подозревали, что это было прикрыто как бы землей. Но они стояли на змеях. Змей это обман. Дух обмана. Что вы знали. То есть, их основание было обманутым. Понимаете. И они думают, что они стоят. Но они обмануты. В основании обмануты. Понимаете. В основании обмануты. И потом я просто начал кричать. Рубите их. Я смотрю. А у людей мечи в руках. И они начинают просто рассекать этих змей на части. Вот. И я понимал в ту ночь, когда я поднялся утром. Я даже без будильника встал. Хотя мы спали по пару часов вообще каждый день. Я поднялся. Даже этот запах этот чувствовал. Все переживал. И мне Бог начал показывать, что Он освобождает основания людей. Что Он освобождает мышление людей. Чтобы они вернулись к истинному основанию в Иисусе. Кто они в Иисусе? Что они были обмануты. С годами обмануты. Основания обмануты у людей. И они думают, что они. Вот это истина. Послушайте, они думают, что вот это истина. И я сейчас кое-что объясню, куда я веду. Они думают, что это истина. Я помню, во вторник мне здесь проповедуют. Мне кто-то присылает имейл. Прямо вторник, когда я проповедую. И говорит. Андрей, что там в твоем служении за заблуждение? Много людей будут обмануты. Помните, я говорил вам во вторник. Много людей будут обмануты. А мне вообще, когда тебя прорезало. Думаю, боже мой. Я так посмотрел, кто-то там пишет. Посмотрел несколько фотографий. И я увидел и думаю, боже мой. А вы не думаете, что это вы обмануты? И таких миллионов людей. Кто за них отвечать будет? То, что они промучились всю свою жизнь. Обмануты. И думают, что это основание. Понимаете? Что я хочу сказать вам, дорогие мои. Иисус говорит. Познайте истину. И она сделает вас свободными. О какой истине говорит Иисус? Библия говорит. Что мы с Ним умерли. И мы с Ним воскресли. И мы с Ним посажены на небесах. Уже сейчас. Мы уже сейчас посажены в Нем на небесах. Теперь смотрите, как это работает. Дело в том, что есть три неба. Даже когда мы читаем в Бытие первую главу. Помните, написано? И сотворил Бог. В синодальном переводе сотворил Бог небо и землю. В оригинале heavens. Heavens. Небеса и землю. Heavens and earth. То есть небеса и землю. Я не буду сейчас пытаться теологически это все объяснить. Но я хочу сказать, что мы с вами живем в первом небе. Мы с вами живем, потому что Бог сотворил. То есть этот мир на земле. Это считается первое небо. Мы знаем также, что духи зловы поднебесной и князь поднебесе. В английской heavens говорит о между третьим небом и первым небом, где имеют в небесах, как бы в переводе. В синодальном написано, князь в воздухе. Князь в воздухе. Есть мир в воздухе. Демонический мир есть в воздухе. Слышите? Есть демоническое управление в воздухе. И дело в том, что князь в воздухе, он имеет давление и власть. Он имел на земле. Слушайте, до прихода Иисуса Христа он имел власть даже на земле. Я об этом учил. Он имел власть на земле. Но с приходом Иисуса Христа Бог возвратил власть человеку. Но есть поднебесье, где существует духовный мир, где доминирует духовный мир. И есть третье небо. Павел пишет, я был восхищен до третьего неба. Многие говорят, что есть еще там уровни в третьем небе. Я сейчас не об этом. Я не хочу там сейчас ковырять. Я сейчас хочу вот что только сказать. Я хочу вам что-то показать. Дело в том, что если мы смотрим власть с первого неба к второму, то власть с первого неба не имеет власть над вторым небом. Слышите? Но третье небо имеет власть над вторым небом. Watch this. Поэтому, когда Иисус умер, и в нем мы воскресли, он посадил нас above. Он посадил нас сразу на небесах. Что он говорит? Чтобы мы имели власть над духом слабы под небесе. Власть имели с третьего неба на первое небо. Вы понимаете? То есть, если мы не понимаем, что мы в нем, и не начнем искать царство Божьего, не начнем иметь мышление царства Божьего, то всегда мы будем в обмане под доминированием духов злобы на территории земли. Если бы Бог мог открыть глаза, и мы бы все даже здесь, включая меня, были шокированы, насколько за многими вещами стоят бесы. Сколько за болезнями стоят реальные бесы. Что самое страшное? Что люди верующие, верующие люди, они верят, что бесы есть. Так как бесы верят, что Бог есть. Но они верят только теологически. Когда речь идет о практике, то они не понимают, что разбираться нужно не с болезнью, разбираться нужно не с видимыми вещами, разбираться нужно в духовном мире, разбираться нужно духовно. Потому что это зачастую последствия многих, я же не хочу сейчас здесь всю эту демонологию выносить сейчас в одном, мы же так и не помолимся сегодня. Дело в том, что многие в основном, да я скажу вам, крик, нервы, злоба, гнев, критика, обман, это бесы. И когда ты не живешь, почему Библия везде учит, размышляйте о горнем, мыслите о горнем, мыслите о горнем, ищите прежде Царства Божьего и правды Его. И почему Библия нас призывает, чтобы мы имели мышление неба, мышление царства, мышление сыновства, чтобы мы были выше, слышите, доминирования второго неба, чтобы мы имели власть над бесами, над болезнями, над обстоятельствами, чтобы мы владычествовали сегодня. Каким образом да придет Царствие Твое? Оно же через человека, оно внутри нас. Мы должны жить сегодня в невидимом, чтобы верою осуществлять видимом. Вы слышите? В этом все суть. Почему Библия говорит, чтобы мы верою осуществляли, потому что мы уверены в невидимом. Уверены, это посажены в невидимом. Мы посажены в невидимом. Мы мыслим и мы познаем, что мы имеем на небесах, что мы имеем в Иисусе, кто мы в Нем, наш статус, нашу силу, нашу власть, за тем, чтобы мы могли с третьего неба жить на первом небе в физическом мире. Истина заключается в том, что мы с вами сегодня дети Божьи. Что мы сегодня сыны Бога, раб, он не может быть вечно в доме, но мы посажены в доме Божьем сегодня. Мы сыновья Божьи. И мы должны учить и познавать истину, познавать. Мы должны искать, как работает царство Божье. Мы должны изменять свое мышление. Мы должны расти в позиции сыновства. Зачем? Чтобы мы могли сегодня влиять с третьего неба на первое небо. Мы могли жить сегодня не тем, что мы видим, но тем, кто мы есть в Нем. Это настоящая жизнь на этой земле. Дьявол заинтересован нас удерживать от этой истины, чтобы мы жили в рабстве. Чтобы мы жили в рабстве. И поймите, что Библия говорит, что все невидимо, оно вечно, а все видимо, оно временно. Значит, настоящее, это невидимое, а здесь оно временно. Поэтому я должен жить в настоящем, проживая временное. Слышите? Я должен жить в настоящем, чтобы проживать временное. Что интересно, что мы можем ахать, охать, аплодировать, реагировать, но на этом еще заканчивается. Чтобы начать жить так, нужно постоянно себя в этом питать. Нужно постоянно себя в этом погружать. Нужно постоянно в этом пребывать. И ты даже не заметишь, как твоя сама жизнь изменится, и ты даже не увидел, когда. Понимаете? Даже не увидел, когда. У тебя была аллергия, она у тебя была постоянно, каждую весну, каждый сезон, и ты уже к этому привык, или у тебя вот эти болячки, или у тебя эти ситуации, но когда, постоянно головные боли, или дальше то подобное, но когда ты начинаешь пребывать в вечном, когда ты начинаешь пребывать в познании истины, когда ты начинаешь искать прежде Царства Божьего, изменять свой образ мышления, ты даже не заметил, что ты даже не старался это забрать от себя, оно просто ушло из твоей жизни, оно не может там оставаться. Ты мыслишь из вечного видимое. А значит, веришь так, и значит, твоя вера вытесняет это все. Вытесняет все. Моя мысль, знаете, в чем? Я просто молюсь, чтобы Бог нам помог в этом, чтобы мы не просто каждый раз возвращались к исцелению, чтобы мы все стали служить в исцелении, чтобы мы жили в этом и другим служили в этом. Это не просто молитва, это не просто прикосновение, это истина Божьего Слова, которое освобождает наше мышление. Поэтому все, что пришло со второго неба из-под небесия имеет эффект в физическом мире. Оно теряет силу, когда Библия говорит, что Он посадил и все под наши ноги поставил. Потому что под ногами, это когда я с третьего неба в позиции. Если я в позиции с первого неба, то тогда это все надо мною. Слышите? Проблемы, болезни, все надо мной. Мы Бога даже не видим. Мы Бога не видим. У нас это все, оно все давит на нас. Мы в шоке. И весь духовный мир, Он понимает, что мы просто никогда не изменяем свой образ мышления, чтобы мы не добрались до нашей позиции, которую мы имеем в Иисусе уже сейчас. Поэтому мы всегда смотрим снизу вверх. И все это настолько великое. Бог, где ты есть? Бог, где ты есть? И Иисус нас приглашает сегодня с Ним сесть туда на небеса. Слышите? Поднять нас выше всего этого, чтобы мы начали в этом пребывать, в этом изменяться. И вдруг вы даже не заметите, что все стало под ногами теперь вашими. Теперь вы видите Бога и Его славу. Это все, оно встает очень маленьким перед нами. Познайте Иисину. Она сделает вас свободными. Она сделает вас свободными. Быстро два места Писания будем молиться. Луки 15 глава. Я на школе-то цитировал место, возвращаясь к нему. Она не дает мне покоя. 29 стих. Вы все много раз и годами слышали притчу блудного сына. Я заметил, что мы продукт, понимаете, мы продукт с вами учения. И мы уже знаем, какую притчу, где ее нужно проповедовать, потому что она связана, знаете, когда на евангелизациях проповедуют, все о блудном сыне. Никто никогда, когда люди начинают искать позицию сыновства или познания Бога, вдруг они видят, что блудный сын вообще не в главной роли. Что в главной роли вообще был отец. Что в главной роли благодать там Божья. Что в главной роли любовь там отца. И независимо, как сын вляпался, там вообще есть другой смысл всего этого. Я хочу вот быстро выделить этот текст, но старший брат, помните, старший брат, который не захотел входить, что собою олицетворяет закон. Вы поймите, что здесь блудный сын, он в позиции благодати, и старший сын в позиции закона. Поэтому он здесь начинает жаловаться. Знаете, закон постоянно жалуется, постоянно гонит благодать. Потом он даже не вошел. Он гонит благодать. Он не может понять любви отца. Закон не может понять любви отца. Вы слышите? Самый страшный суд на земле, это религиозный суд. Он не вмещает благодати. Это всегда противится Божьему. Поэтому я верю, что Иисус написан в евреям, от меня я первое постановил второе. Слышите? Он постановил второе. И закон был только детоводителем ко Христу. И все пророки и закон до Иоанна Кресителя. И понимаете, то есть закон он не вмещает любви отца. Потом всегда гонит благодать. И когда сын в позиции сыновства с пирстом, который олицетворял власть сына в доме, этот старший сын сказал, я не войду туда. И вот, что я только хочу здесь показать, здесь самую главную мысль. И написано, что он сказал в ответ отцу, вот я столько лет служу тебе и никогда не приступал к приказанию твоего, но ты никогда не дал мне козленка. Поэтому слушайте внимательно. Первая позиция у людей в основном дай мне Боже, дай мне Боже, дай мне исцеление. Как он тебе может дать, что он уже тебе дал две тысячи лет назад? Почему? Понимаете, в чем обман? В чем обман? Обман в том, что ты никогда не можешь взять то, что тебе уже дано. Боже, исцеление. Боже, исцеление. Как груди бы Бог вот сидит, сам отдал своего сына ради этого. Слышите? Сына отдал. Вот если можно было что-то дать, он все отдал в лице сына. Он отдал своего сына. Он убил своего сына. Он взял на себе все болезни, все немощи, все наши эмоциональные проблемы, проклятия, все взял на себе и разрушил, и сказал, совершилось. И завершил работу. Теперь, я говорил на школе, завершенная работа Иисуса Христа это теперь наше основание жизни. Не то, чего мы достигаем, а то, чего мы начинаем служить. Позиция, с которой мы начинаем служить. Вот это основа. Слышите? Не змеи, а вот это основа. Змеи это обманщика. Ты должен заслужить это. Ты должен добраться. Но основание это то, что уже завершено Иисусом. Все. Теперь с этой позиции я начинаю жить и служить Ему. Если это все совершено, и Он отдал мне власть к этому, я могу этим всем пользоваться. Старший сын говорит, ты не дал мне. Это позиция рабства. Рабское мышление, это ты должен мне дать. А вот в чем сила. Вы помните, я читал это на школе. Иисус отвечает, Он говорит, даже козленка не дал, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда тот сын твой расточил имение свое, с блудницами пришел, ты заколол для него откормленного теленка. И вот отец отвечает, Он же сказал ему, сын мой, ты всегда со мной. Ты всегда со мной. И все мое твое. Ты всегда со мной. Почему мы поем эти песни и не верим в то, что мы поем? Почему мы молимся? Я себе сегодня тоже говорю. Я учусь в этом. Я реально учусь. Но что я заметил? Я заметил, но не преувеличиваю, друзья мои. Я сейчас не просто здесь философствую, там практикую, проповеди говорю. Я просто делюсь сейчас то, что в моем сердце. Ты готовился к проповеди и сейчас там тут запроповедовать. Но, я просто делюсь. Я взял текст описания, который внутри меня. Я просто делюсь с вами сейчас своим сердцем. Я учусь жить в измененном мышлении. Но что я заметил? Что многие вещи, которые я раньше старался, добиться я их не мог. Что интересно, что когда я стал молиться и работать в изменении моего мышления, я стал в том пребывать, даже не прося. Он говорит, ты всегда со мною и все мое твое. Слушайте, все мое твое. Вообще, задумайте, что Бог имеет. Он не сказал, чуть-чуть, третью часть, сколько ты вложил, какой процент тебе будет? Сколько ты вложил туда? Он говорит, все мое твое. Другими словами, он говорит, ты никогда мне не дал. Отец говорит, ты никогда у меня не взял. Ты никогда у меня не взял. Знаете, что нам нужно делать? Нам нужно брать исцеление. Знаете, что нам нужно брать благословение? Мы должны брать победу Иисуса в нашу жизнь. Мы должны брать свободу нашу. Мы должны брать то, что принадлежит нам по праву. Поэтому Библия говорит, ищите Царство Божьего и праведности Его. И все это начнет к вам прилипать, потому что оно пристает к правильной позиции. Слышите? Ты об этом даже не молишься. Оно пристает. Почему? Потому что по праву принадлежит тебе. Сыну по праву принадлежит. Понимаете? По праву. Потому когда каждый раз я в правильной позиции перед Богом, а в правильной позиции это не в моих делах, а в правильной позиции это мышление, пленяю по мышлению Христа. Это позиция в Иисусе. Это позиция в Иисусе. И каждый раз, когда я в позиции Иисуса, я всегда прославляю того, кто дал мне эту позицию. Слышите? Я всегда возвеличу того, кто дал мне эту позицию. Всегда слава тому, кто дал мне это основание. Всегда слава тому, кто сделал для меня то, что я имею. Это постоянно слава ему. И тогда все остальное, оно само становится частью, по-другому не может. Оно должно быть в полноте позиции Божьей. Слышите? Whole. Мы часто поем. In your presence I am whole. То есть, in your presence я целостный. И я целостный, потому что все это принадлежит по праву. Амин. Последнее место Писания. Римлянам 5 глава. 1 стих. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом. Вы слышите? Оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом. Я могу вас уверять, что тысячи людей, они не получили никогда откровения, что они примирены с Богом. Что они имеют мир в Боге сегодня. Через Иисуса Христа. Они имеют мир. Через Господа нашего Иисуса Христа. Смотрите. Через Которого. Верою и получили мы доступ. Слышите? Верою мы получили доступ. К той благодати. А благодать это Царство Божие. Благодать это то, что мы получили, не заслужили. То есть, теперь мы имеем доступ к той позиции и к Царству Божьему, к престолу благодати. Которую мы не заслужили. Мы имеем доступ сегодня к этому. У нас эти ключи в руках. Я хочу сегодня верующим сказать, откройте сами себя. Чего вы кричите, чтобы вас Бог освободил? Он уже освободил. Это его была миссия. Отпустить измученных на свободу. Он уже это сделал на кресте. И он дал ключи Царства в руки людям, чтобы они могли открывать то, что на небесах, оно будет открыто на земле. Вы слышите? Откройте себя. Познайте ищину. Она сделает вас свободными. Вы будете жить в свободе, а не постоянно бежать к свободе. Вы будете жить в исцелении, чем постоянно. Даже если у вас будут и заболевания. Это не говорит о том, что оно у вас постоянно. Слышите? То есть, вы начнете опять оперировать верою. И от этого отрекаться. И опять жить в исцелении. Вы живете в исцелении, когда даже то, что прилепляет к вам, вы имеете власть, это стряхнуть себя, как он стряхнул. Апостол Павел стряхнул эту змею, которая повисла на руке. Потому что его позиция была другая. Понимаете? Это не говорится о том, что к тебе не пристанет какие-то сопли или какая-то головная боль. Вопрос в том, что я над этим, поэтому имею власть над соплями. Серьезно. У некоторых власти даже над соплями нет. Он дал нам доступ к той благодати, смотрите, в которой стоим. Не к которой приходим, а в которой стоим. Позиция. Слышите? В которой стоим. Что интересно. Вы не будете играть в религиозные штучки. Ни в пропаде религиозные. Ни в моритвы религиозные. Вы будете настоящим. Вы будете жить этим. Слышите, будете жить этим. Вы жить будете этим. Я хочу жить этим. Я не хочу этих всех наигранных штучек, которые не работают. Я хочу, чтобы в моей жизни то, что говорит Священное Писание, оно работало. Чтобы я имел эту власть над этим всем. Вы слышите? Чтобы люди могли переживать это благословение. Чтобы твоя жизнь стала переменой в судьбах тысяч людей. Нам нужно стоять в этом. Нам нужно ходить в этом. Нам нужно всегда быть в этой позиции. Постоянно изменять свой образ мышления. Друзья мои, я еще раз умоляю вас. Ищите горнего, ищите небесного. Ищите небесного. Ищите Царство Божие. Прибудьте в словах Иисуса Христа. Вы будете из невидимого. Мы будем из невидимого творить видимое. Слышите? Аллилуйя. Доступ к той благодати, в которой стоим. Смотрите. И хвалимся надеждой и славы Божьей. Мы хвалимся даже в этой позиции. Потому если есть чем-то хвалиться, так это не тачками, не домами, не бабками. А хвалиться благодатью Божьей. Слышите? Благодатью Божьей хвалиться нужно. Ты начнешь выводить других людей религиозных. Ты начнешь раздражать их всех. Потому что они стараются, 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 стараются. И не имеют. А ты такой недавно был наркоманом, гречником, тунеядцем. И вдруг у тебя благодать Божья действует. И власть, и сила. И старший брат говорит, не войду туда. В соплях стоит и говорит, не войду туда. О, Господи, прости меня, если я где-то переборщаю. Но это на самом деле прикольно очень, реально. Знаете, я просто представляю, старший брат в соплях стоит, замазанный. Не войду туда. А его помыли, этого блудного сына, надели ему персень. Такой праздник закатали. Серьезно, там танцы, шманцы, и мы такие вообще. Старший брат в шоке полностью. Говорит, не войду туда. Друзья, нам реально, честно, нам нужно откровение. Нам реально нужно откровение. Нам нужна истина. Она освободит нас. Люди тянулись к Иисусу. Потому что Он не проповедовал. Он говорил тем, чем Он жил. Слышите? Он не просто умничал. Он просто делился то, что настоящее. Он хотел, чтобы люди имели другую жизнь. Чтобы имели жизнь с избытком. Чтобы они наконец-то начали жить. Слышите? Не играть в синагоги. Не играть. Просто жить. И прославляли Бога по-настоящему. И собирались по-настоящему. И любили. Потому что простота там была. Простота, открытость, власть, помазание. Все присутствовало. И небесы, и болезни ничего не могло пристать к ним. Боже, помоги нам, чтобы наши умы не уклонились от простоты в Иисусе Христе. Все намного проще. Не надо усложнять эти все вещи. Порядок должен быть. Но я не про это сейчас говорю. Я говорю, проще. Когда мы попроще. Когда мы живем этим. И мы делимся на самом деле этой жизнью. А не просто рассказываем, как оно должно быть. А в самих и близко так не происходит. Понимаете? Вот что страшно. Боже, помоги нам. Потом моя мысль сегодня. Послушайте. Моя мысль вот в чем. Чтобы мы практиковали и продолжали кормить себя правильной пищей. Чтобы мы пребывали в словах Иисуса. Изучайте Новый Завет. Изучайте Царство Божие. Понимаете? Можете читать Старый Завет, но изучайте Новый Завет. Изучайте слова Иисуса. Изучайте мышление Иисуса. Давайте искать прежде всего Царство Божьего. И правильные позиции в Царстве Божьем. Остальное, видимое, оно будет само становиться частью вас. Потому что оно не главное. Слышите? Оно только пособие для главной миссии. То, что мы должны выполнить. Потому что ничто не должно преобладать нами. Слышите? Ничто не должно. Ни привычки, ни болезнь, ни какие-то другие вещи, ни грех. Ничто не должно преобладать нами. Нами должна преобладать благодать Иисуса Христа. Слышите? Преобладать благодать. чтобы мы могли жить в другой позиции на этой земле, из невидимого, видимое. Дорогие друзья, в Библии написано в Луке, что были люди в жизни Иисуса, которым Он послужил духовно. Такие, как Мария и Сусана, которые в свою очередь потом, они служили своим имением в служении Иисуса Христа. Если говорить нашим языком, это были партнеры Его служения, потому что таким образом мы все вместе, придействуя в свою меру каждого, мы выполняем Божью миссию на территории этой земли. Друзья мои, я хочу искренне обратиться к вам. Есть ли эти проповеди, есть ли эти передачи, есть ли эти программы? Они благословляют вас, они благословляют вашу жизнь, и вы чувствуете, что оно помогает вам, и вы растете. Я хочу сегодня призвать вас, чтобы вы стали финансовым партнером служения Flame of Fire, потому что таким образом мы хотим еще больше послужить через эфиры, через эти проповеди, по всему лицу земли, распространяя Евангелие Царства. Я приглашаю вас стать частью этого служения. Спасибо вам большое. Субтитры подогнали Симон.